Приветствую, друзья! Я смотрю, что хайповые темы о том, как стать богатым, набирают у нас больше всего просмотров. Да и, как я говорил, в принципе, на YouTube, если вы будете ходить и писать мышление богатого, формулы богатства и так далее, вы найдете кучу видео с сотнями тысяч просмотров. А мы, бедные разбиратели компаний инвестиционных, набираем жалких пару-тройку тысяч. Поэтому я решил сделать еще один страйк по богатству. Итак, сегодня наша тема «Как стать миллиардером?» и «Как это сделать легко?». На самом деле, стать миллиардером не так уж и сложно. Я посчитал, и оказывается, всего-то нужно сделать один простой шаг или одно простое усилие, и вы станете миллиардером. Притом, как мне кажется, используя вот этот простой алгоритм, миллиардером может стать каждый из нас. Никакого секрета здесь нет. И сегодня я об этом вам расскажу. Еще в свое время Альберт Эйнштейн, великий ученый, сказал, что эта сила самая могущественная в мире. И действительно, благодаря этим силам ваши скромные финансы превратятся в миллиарды. О чем же говорил Альберт Эйнштейн? И как это сделает вас мега богатым миллиардером? Итак, что же конкретно теперь нужно сделать? Вариантов, на самом деле, несколько. Начнем, наверное, с самого простого, незатратного, который может сделать каждый. Ну, или практически каждый, тут зависит от вашего финансового состояния. Уже прямо после окончания этого видео, уже можете стать на пути к своему первому миллиарду. Значит, все просто. Возьмем вводные стартовые условия, немножко в вакууме, да, потому что жизнь все-таки она разная. Пульт у нас длинный. Берем стартовые 10% годовых. Берем 1 миллион рублей. И вот кладем их в банк. Вот просто кладем в банк и больше не напрягаемся. Все сделает за вас банк. Значит, теперь каждый год этот миллион рублей будет генерировать 100 тысяч. Правильно? Правильно. Вы эти денежки, естественно, не забираете, а реинвестируете под 10% в следующем году. Опять же, ставку 10% я взял условную, да, то есть в зависимости от той страны, где вы находитесь. А ставки могут быть разные. Например, у нас сейчас смотрят из Турции, там ставки 25%. Так что можете вложить в турецкую экономику. А если вы кто-то из нас смотрит из Европы, то вам не повезло, у вас ставки либо нулевые, либо близкие к одному проценту. Поэтому придется искать другой способ. Но тем не менее. Значит, берем 10% годовых, миллион рублей. Каждый год тупо делаем одно движение пальцем, да, на своем мобильном устройстве. Продлить, 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 продлить депозит. И через каких-то жалких 73 года, 73 нажатия, всего лишь 73 нажатия на своем телефоне, и у вас миллиард рублей. Ну, или тугриков, что вы там вкладывали, да, по 10 годовых, начиная с миллиона. 73 года. Не так уж и много, чтобы стать миллиардером. И тут, наверное, вы расстроились и уже свою руку занесли над крестиком где-нибудь вверху экрана справа, чтобы закрыть этого господина Черемушкина с его 73 нажатиями на продлить депозит. Хорошо, есть укороченный вариант. Значит, представим, что вы Баффет. Ну, нет, не Баффет, вы прочли книгу Баффета и думаете, что можете вложить, допустим, по 20 годовых. Например, когда я говорю, что 10% это нормальная доходность, мне говорят, как так, Дмитрий Николаевич, мы тут из бизнеса, тут у нас доходности гораздо выше, чем 10 годовых. Я говорю, никаких проблем. Если вы не хотите один раз в год нажимать, одним пальцем продлить, а готовы, в принципе, поработать немножко, да, допустим, поискать инвестиции, посмотреть мои ролики на YouTube про табачные компании, про ветрогенерацию, да, если вы готовы, то и у вас повезет вам, то 20 годовых возьмем. Давайте возьмем 20 годовых. И вы будете как Баффет, да, то есть вы научитесь вкладывать по 20 годовых, соответственно, всего лишь, всего лишь за 38 лет вы станете миллиардером. Не так уж и много. Если вам сейчас 10 лет, например, уже по 50 годам вы миллиардер. Так что, я думаю, многие об этом мечтают. Ну и третий способ, он не такой кардинальный, как 38 лет, не такой радикальный, как у нас 73 года. Значит, если вы вложите первый миллион по 10 годовых, да, и тоже хотите минимизировать свое участие, но не так, чтобы 73 года ждать, а чуть поменьше, тогда достаточно каждый год еще вкладывать по миллиону на этот депозит. И все, что у вас будет получаться, реинвестировать, то получится, что всего лишь за 48 лет вы станете миллиардером. Промежуточный вариант. В одном вы больше ничего не вкладываете и только пальцем нажимаете продлить-продлить. Второй вариант. Вы всеми пальцами вгрызаетесь в гранит науки инвестиций и тогда 38 лет и не вкладываете, да, при этом ничего больше. Ну и третий вариант. Вы еще каждый год по миллиончик туда кидаете и каких-то 48 лет и нормально. То есть, если вам сейчас 20, то к 70 есть шанс очень неплохо разбогатеть. Раньше вам казалось, что до миллиарда так далеко. Ну, может быть, сейчас кажется тоже не близко. Но вы поняли одну простую вещь. Что сложные проценты, о которых говорил Альберт Эйнштейн, делают свое дело. Достаточно просто потерпеть и вкладывать свои скромные накопления под процент. Из года в год, процент на процент. И он превратит небольшие финансы в один миллион рублей, это небольшие финансы, в один миллиард рублей. Соответственно, какой вывод мы должны с вами сделать? Вывод первый. Чем раньше вы начнете вкладывать, тем быстрее вы дойдете. Ну, хорошо, до миллиарда, может быть, и не успеете. Ваши внуки подхватят падающее знамя ваш дедушки, да, и понесут его к первому миллиарду. Но, как минимум, миллионов, так до двухсот вы еще в своей жизни-то дойдете. И, значит, второе. Значит, если у вас есть дети, вот он родился, ему первый годик, откройте ему инвестиционный счет и положите туда первую денежку. Когда ему будет 18 лет, у него уже будет достаточно капитала для того, чтобы этот капитал инвестировать в обучение. Может быть, в какие-то компании, инвестиции и так далее. Поэтому начинайте раньше сами и своим детям прививайте науку инвестирования. Это поможет им в будущем. Ну, и, как вы поняли, шаг до миллиарда, он один практически, да. 73 нажатия пальцем по iPad'у и миллиард у вас. Не так-то и тяжело, на самом деле, господа. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. И пока. Субтитры подогнал «Симон»